Добрый день. День, день, день. У нас сегодня все необычно. У нас сегодня все необычно. Сегодня совершенно не воскресенье, как ни странно. Более того, мы сегодня, точнее сегодня, а на этой неделе, в этот воскресенье должна была выходить совершенно другая тема. Более того, так как даже доктор Хефец вообще через несколько часов уже не будет в Москве. Он уезжает довольно-таки далеко от Москвы в свою любимую командировку. Может, меня и вообще уже не будет? Будет. Куда ты денешься? Поэтому, соответственно, мы подготовили другую тему. Она должна была идти у нас в эти выходные. Серьезно? Хорошо. Ну, так получилось, что вот тема, которую со вчерашнего дня обсуждают во всем интернете, и не только в интернете, сподвигла нас на то, чтобы записать вот это внеочередное, собраться на воскресенье, записать его заранее, чтобы отпустить доктора Хефец, который хотел сказать все, что он думает по этому поводу. Да. И, собственно говоря, вот также приглашен сюда господина Орлова А.К. Пейдждауна, который тоже тут присутствует. А.К. Пейдждауна? Да, да, да. То есть у нас, как обычно, уже для последней для нас записи присутствует доктор Хефец, А.К. Борисберг, господин Орлов А.К. Пейдждауна. Ты мог бы частицу дауна не выделять? Ничего, пускай будет. Хорошо. И я А.К. Бархатов.ру. А.К. Бархатов.ру. А.К. Бархатов.ру. А.К. Бархатов. Да. А, собственно говоря, что такое? Что за тема? Почему мы вдруг отодвинули другую, причем нашу докторскую, мы же как, мы же записав в прошлый раз пахать миф и по грусти по поводу 90-х, решили вернуться к нашим докторским, психологическим, психическим и прочим делам. Но вот нас вернули обратно в реальность жизни, а докторскую опять заставили отложить. Так что, извините, те, кто ждет от нас психических, психологических, докторских, семейных и прочих тем, она будет буквально чуть-чуть попозже. Мы ее отложим, но не уберем. А почему ты говоришь, что это не докторская тема сегодня? Как я понимаю, она вполне докторская. Давай ее озвучим. Что это за тема? У нас на просторах интернет недавно появился некий ролик, в котором собраны лидеры некоторых оппозиционных движений, некоторые журналисты и в принципе некоторые люди, занимающиеся сексом, причем как ни странно, большинство из них с одной и той же самой девушкой по имени Катя. Ну потому что остальные отказываются заниматься сексом с оппозиционером. Только одна девушка в этой стране решила преодолеть отвращение. Какая умница. Да, умница, красавица. Умница, героиня. Без сомнений. Коя Зазмодемьянская. И вот таким образом появился этот ролик, который очень активно я посмотрел на самом первом его ресурсе. Его, кстати, убрали абсолютно отовсюду, где сделали эхо этого ролика. Его убрали с YouTube, его убрали с Яндекса, его убрали с Routube, естественно, убрали почти отовсюду сразу. А кто убрал-то? Ну, я думаю, во-первых, убрали модератора самих этих сообществ. Во-первых, потому что он содержит вещи несовместимые с жизнью. Нет, ну с жизнью, само собой, с политикой данных видеохостников. Там везде повсюду показываются письки Шандеровича, письки всяких других людей. А это точно Шандерович? Это не актер? Ну, это, не знаю, судя по тому, что он вчера, по-моему, если мне не изменяет память или сегодня... Он написал в эхе, я поимел девушку кати, он не написал, он был с особым мнением. Если ты считаешь про действительно в эфир написать, то это да. Я скорее скажу, сказал. Ну да, сказал. У него, собственно говоря, треть его особого мнения было посвящено этому, причем, я считаю, он очень хорошо сказал. Кому интересно, пускай, на сайт Эхо, там есть аудио и видеозапись, и, соответственно, синаграмма, расшифровка этой передачи, вчерашняя, 22-го. То есть, тот, кому интересно, пускай, сходит и почитает, и посмотрит. Вот, и я скорее говорю о том, что... Убрали их, скорее всего, даже не из-за того, что это какой-то такой определенный, может, политический контекст, что надо убрать. Кому надо уж переуверить. А убрали именно по правилам хостинга, потому что там повсюду есть писька. Вот, и более того, там занимаются буквально крупноплановым сексом, что запрещено на всех этих хостингах. То есть, убрали отовсюду. С Рутуба-то убрали, и с Ютуба понятно, что моментально, с Яндекса чуть позже, ну, отовсюду. Короче, я специально посмотрел, убрали отовсюду, кроме одного странного ресурса, который называется канал 911.com. Вот, там на этом канале ничего, кроме трех роликов этих, не висит. Это один ролик, вот этот самый знаменитый, который посмотрели почти 70 тысяч человек на сегодняшний день. Просмотров, точнее всего. Достаточно, да. Да, скачано тоже какое-то страшное количество раз. Вот, он страшно перегружен, поэтому посмотреть его даже довольно-таки сложно, но его продолжают активно смотреть. И плюс еще парочка роликов других, чуть-чуть менее злобных, но такие же, больше ничего там нет. И при всем при том, называется как-то довольно-таки так интересно, морализаторский. Я сейчас не вспомню название, что-то типа общества, там, борьбы за нравственность и мораль, или что-то такое там. Поэтому, соответственно, единственное место у нас сегодняшний день есть. От отсюда других мест его убрали. Слушай, а там, где не сексом занимаются, дают взятки гаишникам, тоже убрали? Нет, они, нет, убрали вообще все. То есть на сегодняшний день у нас остался только вот этот канал 911. Больше один-один ком? Да. Другой ком? Вот этот коммунистический? Может быть. Появил, что это полмира коммунистический. Вот. То есть, соответственно, я хотел бы просто в этой теме даже светить не то, как хорошо или плохо то, что появился Шандорович, там, то, что появился, там, некоторые другие, там, журналисты и политические деятели в виде людей, занимающиеся тем или иным видом секса, вот, а именно реакции общества на все это дело. Вот, если ты говоришь, что он докторский, то, может быть, насколько хорошо это или плохо, и насколько должно или не должно вот такое появление, такого ролика отразиться на политической и какой-то социальной, там, может быть, гражданской деятельности данных людей. Вот. И, в принципе, свое мнение. То есть я, наверное, такой затянувшийся спич закончу и, наверное, уже передам слово вот этим двум господам. Доктор? Да, доктор. Доктор, сказка. Я не знаю, с чего начать. Сначала начнем. У нас нет никакой политической жизни, у нас нет никакой гражданской жизни, у нас нет никакой общественно-социальной жизни, у нас нет общества. То есть совсем нет. Поэтому... Поэтому бессмысленно эти вещи не имеют? Абсолютно. Их бессмысленно... Совершенно. Поэтому я не знаю, на кого рассчитывали люди, снявшие эти ролики, разместившие их. Если они рассчитывали их на быдло, на интерес быдла, ну хорошо, я уверен, что они в своей цели добьются. Но, как известно, быдло не составляет общественно значимую какую-то прослойку. Быдло или толпа – это показатель отсутствия общества, а не наличия. Что касается людей, у которых в черепной коробке не сложная смесь из газетной мерзости Первого канала во главе с Катей Андреевой и прочей чепухи, а вещество, называемое головным мозгом, которое придает человеку способность к самостоятельному мышлению. Но этих людей, эти ролики, произведут впечатление абсолютно отталкивающее. Причем, я хочу сказать, что отталкивающее-то это впечатление, на мой взгляд, направлено будет в первую очередь на тех, кто эти ролики снял и кто их заказал. Потому что нужно быть абсолютно, стопроцентным мерзавцем, чтобы бороться с отпозицией такими способами. Меня это не удивляет совершенно, потому что власть, на что я презираю, она представлена в лучшем случае просто варьем, а в худшем случае она представлена быдловатой шпаной по главе с нашим премьер-министром, который позволяет себе по фене ботать в прямом эфире и который на вопрос о лодке Курск сказал, она утонула и усмытнулся. Поэтому что от него ждать и от его подручных? Вот таких методов только и ждать. Безусловно, вот такой влагеризм, стремление подглядывать, подсматривать и бороться с отпозицией вот такими методами, выдает в наших властителях существ, говорить о которых, как о людях, я не могу. Ты знаешь, в данном случае, наверное, политический аспект, может, менее интересный. Да вот, нет никакого политического аспекта. Где тут политика? Меня, в данном случае, конечно, меня. Не очень интересует, как таковое, даже мнение, кто заказал. Зачем? Меня больше интересует реакция самого общества. Андрей, ты считай, это говорит. Меня, как раз, реакция общества не интересует, потому что его у нас нет. Я не знаю, кого ты называешь обществом. Понимаешь? Общество – это социальная структура, в которой можно выделить четко сформированные социальные слои, движимые определенным трейдом – ментальным, финансовым, экономическим, нравственным. У нас нет ничего этого. У нас лакеи-барри на одной перине. У нас, прости, в каждом подъезде отдельно взятого дома живут рядом на одной площадке артист большого театра и полное быдловатое мразное пьянье. Это плохо. Это невозможно. Причем это не метафора. Я тебе просто рассказываю о подъезде моего дома. У нас живет на одной площадке бывшая звезда оперной сцены нашей, да? И точно рядом, дверь в дверь, живет тараканье быдло. Ну вот. Это необычное. Это один асим, о котором мы тоже хотели записать по полуразделению на Карли. Я почему об этом говорю? Я говорю, у нас общества нет, мы не структурированы, мы деструктурированы, мы амортины. Поэтому общественная реакция меня не интересует. Меня интересует этот эпизод с точки зрения того, какого уровня власть мы имеем. И вот здесь я, если, так сказать, можно я продолжу, да? Давай, давай. Что, так сказать, что для меня крайне печально во всей этой истории? У меня, как я уже сказал, у меня к власти, к тем, кто заказал эти ролики, и к тем, кто их снял, претензий нет. Как не может быть претензий к вору, который воруют. Он выполняет свою функцию. Чего от него ждать? У меня огромные претензии к господу Шенберовичу. Даже так. Конечно. У меня огромные претензии к господину Яшину. У меня огромные претензии к всем, кто спал с девушкой Катей. Девушка Катя, да, с маленькой буквы. Ну, понятно. Я с маленькой буквы, да. Лимонов, апельсинов я не знаю. У меня к ним какие претензии? Их поведение показывает, что они совершенно не представляют, в какой стране они живут. Если ты оппозиция, и ты знаешь, что ты живешь в России, и ты представляешь себе, какие методы борьбы с оппозицией применяет власть в этой стране, ты должен, на мой взгляд, каждый свой шаг и каждое свое слово чрезвычайно тщательным образом доверять. Не потому, что ты высоконравственная особь. Нет. Но ты должен понимать, что за тобой каждую секунду следит некая линза. Я приведу пример. Я не господин Шендерович. Я нахожусь в дикой оппозиции к существующему строю, но я никто и зовут меня никак. Я не пишу статьи, я не социально известен, но я каждый день жду неприятностей. Просто потому, что я оппозиционер. Я не понимаю, каким образом господин Шендерович и все оппозиционеры могут позволить себе фривольное такое поведение, понимая, что они находятся в оппозиции. Вот для меня я скажу, политическая борьба – это зона ущемления своих интересов. Вот я вступаю в политическую борьбу. Значит, я готов на что? Я имею в виду не в странах Западной Европы, а в России. На что я готов вступаю в политическую борьбу? На арест, на пытки, на убиение, на избиение, на провокации, на подлость, на все. Каждый день. Если ты не имеешь этого в голове, если у тебя нет мужественного сердца и холодного разума, не будь оппозиционером. Сиди себе и не черенкой. Ты считаешь, что в России есть политическая борьба, оппозиция и так далее? Да, но, я сразу говорю но. К сожалению, вот этот эпизод с поведением Гаспина Шендеровича и Яшина говорит о том, что наша оппозиция вполне соответствует нашей власти. У нас абсолютно бездарная власть. И у нас совершенно бездарная оппозиция. Вот тут ты сказал, то есть, конечно, к власти никакого отношения не имеет, но мне вспомнился знаменитый эпизод, сколько же, лет 7 назад прошедший с господином Скуратовым, который попал в камеру тоже. Не в камеру, а в кадр. В баню. В кадр. В кадр. Попал в баню. Да, да, да. В бане с девочкой. Тоже какие-то проститутки там были. У них же отрежда. Они же ничего не могут делать. Не будем искривлять девочку. Катя, она не проститутка. Она проститутка. Она денег с них не брала. Она проститутка. Нет, может только слушай. Она проститутка. Почему? Потому что она фигурирует не в одном таком видеосюжете с оппозиционером. Или за некие социальные блага. Или по приказу. Она не шлюха. Шлюха это делает из любви к ремеслу. То есть надо прибавить, напомню, Троцкого или Ленина, слово политическое. Я еще раз говорю, что их поймали на одной и той же проститутке. Вот и все. Я ее считаю проституткой. А кем она является? Мы так долго громко орем и затюхали господина Орлова, который молчит, думает, что говорить ему и не стоит. И вообще, куда я попал? Куда я попал? Скажи, пожалуйста. Да, еще можно уйти у выхода. Скажи, пожалуйста. Ты упомянул о том, что... Только громче. Только громче. Оппозиция не должна себя так вести. Да. Но почему, если... То есть зеркало, в котором отражается это поведение, у нас отсутствует? То есть у нас отсутствуют глаза общества. Ну, как само общество. То есть в каком зеркале они могут себя вести? Я понял тебя. То есть кого боятся, собственно говоря? Ну да. Я скажу, если ты оппозиционер, значит, ты видишь свою задачу, свою миссию в том, чтобы успеть что-то сказать. Как можно большему количеству людей. Правильно? Ну, или в крайнем случае сделать. Или сделать. Что значит успеть, сказать или сделать? Да? Это означает прожить не один день. Не один час. Да. Не месяц. Правда? Господин Шандерович наверняка хочет на своих блистательных концертах выступать во всех городах страны. Правда? Он хочет долго писать свои статьи. Правда? Он хочет долго на эхе давать особое мнение. Да? Побереги себя. Ну, черстым Шандеровичем. Нет, как ты с черстым Шандеровичем. Подожди. Он мне нравится. Как? Шандеровичем совершенно ничего. Он остроумен. Абсолютно. Нет. С ним все мы. Я не с ним, но я поздно. Он мне нравится. Я люблю его читать. Я хочу его... В конце концов, мое желание эгоистичное сейчас. Когда я упрекаю Господина Шандеровича в безобразно, безответственном поведении, я говорю, что я не хочу, чтобы меня лишили наслаждения читать его какие-то прозаические или поэтические пуски. То есть ты полагаешь, что таким образом его профессиональная деятельность, в первую очередь, может быть нанесен какой-то серьезный... Ну, конечно. Безусловно. Его могут перестать приглашать куда-то. Смотри, Саша, не мною сказано, поэт в России больше, чем поэт. К сожалению, поэт, он писатель, да? Так вот, писатель в России больше, чем писатель. Эта фигура общественно значимая. У нас народонаселение устроено так, что человек, работающий в искусстве, будь то Алла Борисовна Пугачева или Федор Михайлович Достоевский, они мифологизируются. Это называется литература «центричная страна». Совершенно верно. То есть Достоевский, скажем, не имеет права какать. Ну да. Он может только потеть. Принцесса никак не может. Совершенно верно. Как это? Совершенно верно. Лимонова как писателя в России почти не существует и практически его не знают за редким исключением. Потому что он стал активно заниматься псевдополитической деятельностью и за счет этого он, я считаю, для многих умер как писатель, потому что его просто не знают. Андрюша, ну а при чем? А вот при том, что сейчас он говорил про Шендерович, если Шендерович начинает включаться в некую такую борьбу, он может перестать существовать как писатель здесь. Андрюша, для меня между Лимоновым и Шендеровичем, как говорят в Одессе, есть две большие разницы. Я не хочу обидеть господина Лимонова, но он не оппозиционер, он просто хулиган. Понимаешь? Вот у него нрав такой. Да он просто писатель на самом деле. Я не знаю, это само собой. Я говорю о том Лимонове, который выходит на Триумфальную площадь. Вот господин Лимонов, он по жизни хулиганистый парень. Понимаешь, да? Он человек, который живет поверх барьеров. Но это не оппозиция. Понимаешь? Кто бы к власти в России не пришел, Лимонов всегда будет против. Потому что он просто хулиган. И поэтому вот когда его ловят на проститутке, или он дает взятку кому-нибудь там в ГАИ, или он что-то делает, или матерится, или лежит голый в кровати. А с ним все клево. А с ним все клево. Нет, потому что с ним все клево еще по другой простой причине. Потому что он уже обо всем об этом сам написал в своих книгах. Ну пусть так. То есть ему клевать на это. В моем воспаленном сознании между Шамперовичем и Лимоновым стоит водонепроницаемая свинцовая стена. Тяжелая. Ну, в общем, речь же не об этой стене, да? И мы не сравниваем ни о том. Я не призываю Лимонова быть осторожнее. Он как раз органичен. Ему не повредит его репутации, да, репутации Лимонова. Не повредит то, что его поймали на каком-то кролике, да? Потому что у Лимонова и у Шамперовича принципиально разные адреса. Ну, по всем при том, что самое-то забавное, в начале ролика они лежат вместе в отдыхой. Так именно поэтому, понимаешь, именно поэтому. Ведь что вот делают эти товарищи? Ведь я не сказал, что те, кто снимают или монтируют эти ролики, или подводят девушку Катю, да? Я ведь не сказал, что они дураки. Они не дураки, это обычная комитетская разводка. Это методы, с которыми я знаком с начала 70-х годов в городе Свердловск. Ты знаешь, а мне как раз кажется, что они дураки. Они не дураки, они потеряли профессионализм, Саша. Ну, может. Да, это разная вещь. С такими годами, с 30-х. Да, там, да, с 70-ми. С 70-ми, да. Они потеряли профессионализм. Но все, все, что делает власть. Да. На этой ниве, на подобных нивах делается крайне топорно. Безусловно. За нее по-человечески стыдно. Безусловно. Она не может рекрутировать людей. Безусловно. Которые сделали бы все то же самое. Совершенно верно. Только грамотно, искусно и прекрасно. Совершенно верно. С другой стороны, я могу тебе подсказать, как они рассуждают. Они говорят, работают и эти методы, что выеживаться-то? Для этого быдло, говорят они, и этот клоун сработает. Ну, я не знаю. В этом ли почему? Они исповедуют принцип Аккама. Не производи количество сущностей сверхпотребностей. Понимаешь? Если работает старый метод, когда можно показать человека, идущего с голой задницей, и все немедленно забывают, что этот человек написал категорический императив. То есть, понимаешь, вот Эммануила Канта можно показать, сейчас заснять в туалете, за физиологическими отправлениями. И после этого, в сознании российского читателя, все его книги потеряют ценность. У нас венталитет такой. Но, кстати, это вообще отдельная тема. Это вообще отдельная тема. Нет, я еще раз говорю, для западного читателя, факт того, что Эммануил Кант какает, вообще в принципе какает, этот факт не повлияет на восприятие категорического императива. Ты в этом уверен? Абсолютно убежден. А для русского читателя повлияет. Насколько я знаю, наоборот, любой, даже менее скандальный ролик в интернете, связанный с любыми политическими, оппозиционными, любыми другими деятелями, в большинстве стран вызвал бы полное отлучение их от политической жизни. Ну, о чем ты говоришь? Ну, вот недавно прошла... Вот. Эта тема очень интересная. Недавно прошла информация о том, что Саркази и Бруни разводятся, у Саркази появилась любовница, а у Бруни разводится. О, нет, Саркази это вообще отдельный... Ну, например, ну, хорошо, кто-то пошумел, кто-то чего-то. У него месте может быть любой. Но, и это немедленно все, пшик и все. А здесь это обсасывалось бы многое лето. И категорически повлияло бы, понимаешь? Я же помню все эти истории о том, что Зильцин упал с какого-то мостика. Ну, что он там дирижил его каким-то оркестром. Писал стопор. Короче говоря, у нас не умеют разделить. У нас, если ты уважаешь... Уважаешь, если человек написал книжку, которую ты прочел, с интересом, этот человек сразу не имеет права писать, какать. Ну, не божитель. Он сразу там. Но, тем не менее, упомянут тобой Ельцин, писал Старпа самолета или Жерва Окестром, и это ему не сильно повредило. Послушай, он там, он не может нам возразить. А дело не в том, что возразить. Я вышла с ним об этом, а факты. Я о чем хочу сказать? Я хочу еще раз сказать, возвращаясь к теме. Не будем растекаться мыслью. Мысью под реву. Не будем мыслью, да? Белкой то бишь. Да, белкой то бишь. Значит, у меня, еще раз, нет претензий к тем мерзавцам, которые сняли и выложили эти ролики. Они мерзавцы. И то, что они сделали, соответствует полностью этой характеристике. А вот к тем, кто безответственно себя ведет в этой стране, будучи оппозиционером, не следит за своим поведением, не понимает, что за ним каждую секунду следят. Вот у меня к этим людям очень серьезные претензии. То есть, получается, на следующий день ты практически ставишь знак равенства между ними, или даже, наоборот, знак больше в сторону тех, кто был в ролике. То есть, они виноваты даже больше тех, кто ролик снял. Безусловно, они виноваты. Знаешь почему? Потому что девушка Катя была. Если бы Шендерович написал... Она даже не снимается. Слушай, если бы он написал, это видеомонтаж. Никакой девушки Кати не было. Мою роль сыграл актер Большого театра Щукин. А я в это время был, там, не знаю, где угодно. Он же написал, я поимел. Ну, если написал, сказал. Я поимел девушку. И мне не понравилось. И мне не понравилось. То есть, в принципе... Вот. Вот это очень важный момент. Как же? Это тема, на которую нужно ставить. Мало ли. Да. Понимаешь, говорят, он живой человек. Зачем подглядывать? Он имеет право на личную жизнь. Кто с кем спит, никого не касается. Никого не касается, кто с кем спит. Но я еще раз хочу сказать. До тех пор, пока это не показано по телевизору. Можно буквально коротенькую марочку, и я замолчу. Да, господи, господи. Почему, господи? Не-не-не. Просто на самом деле, вот мое мнение по поводу этого. По поводу интернета вообще. Интернет, как я уже сказал, это великое зеркало. И даже со всеми ограничениями, когда так иначе из некоторых стран, включая Россию, туда может попасть все. Вот поэтому я в свое время, я об этом уже много раз говорил, я как в 2005 году полностью все свои, любые записи, любые действия, любое видео, любое аудио, всегда подписываю именно своим именем. Я себе отдаю отчет о каждом сказанном слове. О каждом написанном слове. Будьте бдительны, люди. Поэтому я прекрасно знаю. Не знаю, я отдавал себе отчет, конечно, когда я писал под псевдонимом, но я в 2005 году отказался от псевдонима, как это таково. И в принципе я отдаю себе отчет. То есть, соответственно, если, опять же, исходить из того, что ты сейчас сказал, господин Шендерович и все другие виноват больше всех, потому что он не отдавал себе отчет. Конечно. Ну а как быть с теми моментами, что в ролике присутствуют просто съемки скрытой камеры, где нет у девушки Кати, где он там занимается сексом с одеялом, там еще что-то такое. Он волен делать, когда он один что угодно, и камеру можно поставить где угодно. Минуточку. Значит, камеру можно поставить где угодно, совершенно верно. Даже в туалете? Да. Если в камере попадает то, что я делаю в туалете, да, и то, что я делаю в ванной, да, я всегда напишу, и люди, как бы они ни были, какими бы идиотами они ни были, они меня поймут. Я напишу, осуществлено проникновение в мой дом, ибо я не знаю, как ты, но я, значит, туалет своего дома на съемке, я узнаю. Ну, по-моему, ты делал в гостинице, что то же самое, на самом деле. И свой матрас я узнаю. Нет, если даже это было в гостинице, то же самое. Или в гостинице, да. Я напишу, что осуществлено подлое проникновение в частную собственность или в номер гостиницы, да, тогда-то, тогда-то это все произойдет. Здесь-то речь совершенно о другом. А, кстати, ровно об этом, вот на Эхе Москвы говорил Шендерович, он сказал, что, говорит, именно есть некий факт, который имеет под собой криминальный, абсолютно уголовный оттенок, и который абсолютно неинтересен милиции, там, прокуратуре и так далее. Потому что здесь и есть некий факт. Это уже, смотри, я еще раз хочу сказать, у оппозиционера должна быть чиста совесть перед самим собой. В каком смысле? Оппозиционер должен быть профессионален своих оппозиционных телодвижений. Если ты хочешь, чтобы люди тебе верили, а ты же оппозиционер, ты же хочешь как-то участвовать в будущей власти, да? То есть ты же хочешь, чтобы за тебя голосовали, чтобы тебе верили, да? Веди себя серьезно, когда ты занимаешься оппозиционной работой. Понимай, что за тобой следят каждую секунду. Вот понимай. Вот я хочу услышать начальника транспортного центра, кто ты, черт, господина Орлова. Юра, в принципе, то, о чем ты говоришь, это должны соблюдать вообще политики всех стран и мира. Да. Потому что, как мы знаем, господина Билла Клинтона наказали не потому что, да, потому что он посмелся лгать американскому народу. Значит, нужно следить за этим, чтобы не было повода лгать. Естественно. Значит, это не чисто российский феномен. Нет. Или феномен страшный. Нет, но... Это вообще свойство людей публичности, особенно политики. Но он российский в том смысле, что деятельность спецслужб в западном обществе подконтрольна обществу. Ой, я бы так не смело не говорил. Ну, больше тебе назвать скандалы? Тебе назвать скандалы? Я знаю скандалы. Знаешь? Да. Ты хоть раз, хоть раз деятельность Лубянки стала предметом общественного скандала? Я думал просто об этом еще рано говорить. Подожди, давай говорить на сегодняшний день. Хорошо, согласен. Значит, на сегодняшний день деятельность тех служб, которые сняли Клинтона в соответствующих каких-то моментах, если они снимали, я не знаю. По-моему, там не было съемки, а были показания Моники Левинской. Да. Но неважно. Деятельность этих служб находится под действием общества, контроля гражданского, да? У нас совершенно бесконтрольные эти действия. Они могут проникнуть к тебе в квартиру, они тебе в матрас подсунут видео, аудиопленку. Они все что угодно сделают. Понимаешь, да? Поэтому разница есть. Политики должны все следить. Разница есть. Разница есть. У нас жестче все. Гораздо. Конечно, должны следить все. Вообще, ты стал общественной фигурой. Я тебе больше скажу. Ну, я не могу, ты меня знаешь. Я не могу похвастаться тем, что я был когда-то знаменем какой-то социальной группы российской. Но вот я помню, я занимался три года тем, что ездил по Германии и читал семинары по квантовой медицине. Понимаешь, да? То есть, на этих семинарах я рассказывал людям, что, по ему мнению, представляет собой структура человека. И там была нравственная компонента заложена очень сильно, да? То есть, я базируясь на канонах китайской медицины, рассказывал людям, что такое нравственность, что такое мораль, да? Как себя следует вести и почему. И какие телесные наказания следуют за отступление от этого. Теперь смотри, после каждого семинара банкет. Естественно, в столе стоит алкоголь. Да? Более того, среди слушательниц были красивые женщины. И некоторые из них, не скрывая того, что контакт затруднен со мной, потому что я не знаю ни английского, ни немецкого, некоторые из них ко мне проявляли интерес. Понимаешь, да? И некоторые члены нашей команды, к которым тоже проявляли интерес, они, скажем так, не устояли. И слух о том, Саша, что вот они разъезжают по городам, читают лекции, ну, хейфец-то ладно, а вот такой-то, такой-то и такой-то на каждом семинаре. И после. И после. И после, да? Слухи об этом немедленно разлетелись по всей тусовке. И послушай меня, вот пока ты не занимаешься общественно значимой деятельностью, Андрюша, хоть какай себе на голову. Я тут вспомнил, ни к селу, ни к городу, Бокаччо. Может, помнишь эту историю, когда молодая девушка попала к пустыннику, говорится, в ее дом, и он ей рассказывал, как звенит дьявола в ад. Да, дьявола в ад. Это действительно верно. Понимаешь, да? К сожалению, к моему ужасному совершенно сожалению, и к сожалению ужасному, наверное, всех. Как только ты становишься хоть в каком-то смысле общественно значимой фигурой, ты должен предъявлять к себе суровые требования. Ты на многое перестаешь иметь право из того, на что ты раньше имел право, как только ты становишься общественно значимой фигурой. И я никогда в своей жизни не ожидал, что Виктор Шенберович, человек, который для меня является носителем острейшего интеллекта, могучего, да? Что он позволит себе такую, я не знаю, такую безответственную форму поведения. Такую безответственную форму поведения, как как это? Ну, практически. Ну, Андрюш, перестань. Значит, девушка Катя была? Была. Одеяло, языки тоже. Давайте начнем сначала. Да, вот мы все считаем, что это все не монтаж. Ну, вроде как никто из них не заявил, что это монтаж. Нет, мы считаем, что это реально, Люночка. Я базируюсь на фразе Виктора Шенберовича. Я поимел девушку Катю. Это некое признание. Более того, в их и Москве он не отрицал, что все эти съемки имели место быть. Факт на земле. Далее, Яшин не отрицал тоже. Никто не отрицал. Ну, я сейчас говорю именно про Шенберовича. Потому что сюжет с Яшиным и Орешкиным, они... Гаишные маленечко другой. Нет, почему гаишные? Яшина поймали с двумя девушками. Яшина и Кишмана, да, это несколько уже... Кануло, да? Ну, там перемешка были, гаишные и девушки. Потому что я с тобой совершенно согласен насчет Шенберовича. Шенберович, в моих глазах, действительно, это нечто иное. Конечно. Это совершенно отдельный человек. И теперь мне будет очень трудно отделить одно от другого. Хотя он взрослый человек, он имеет право заниматься... Даже не в этом дело. Меня это не должно касаться. Вот то, что он делает под камерой или без камеры, это его личное дело и дело его семьи. Это с одной стороны. С другой стороны, теперь, когда я это так или иначе, против своего желания, увидел, мне нужно как-то с этим жить и уложить этот образ один и другой в одной отдельной взятой. Учитывая то, что это оппозиционер, который теоретически... А это накладывает вообще отдельный взятой. Ровно об этом в большинстве комментов в ЖЖ, в других местах, где это обсуждалось, и говорили с людьми. Вот как человек, который призывает нас к свободным выборам, еще к чему-то такому, вот как он типа вот потом идет и тут же трахает там какое-то дело. Вот это я против категорически. У меня не это, а кого трахает. Не важно. Важно в том, что они теперь отвернулись. Они сами говорят, что мне он теперь не интересен. И это ровно то, что сейчас сказал Саша. Нет, Саша не это сказал. Ну, я не отвернусь от него. Но мне стало сложнее его воспринимать, понимать. Потому что... Потому что ты чуть-чуть умнее тех, кто полностью отвернулся из-за этого. Человек, который, может быть, не мешает мои некие моральные устои. Да не моральные устои. Ну, традиции. Русские традиции. Не важно. В этом, Саша, дело. Нет, это одно из... Не в этом дело, еще раз говорю. Дело в том... Ну, ты расскажешь с другой стороны. Я сейчас говорю про эту сторону. Ну, ты понимаешь... Нет, ну я вот... Саша, ну этого не может быть. Я тебя знаю много лет. Ты не будешь рассматривать общественную значимость человека в зависимости от того, с кем он после митинга, собрания или взятия власти в Демьем дворце, с кем он после этого лег в постель. С петухом, с женой или не с женой. Или с Санасарбатом. Я еще раз говорю, не в этом дело. Я не верю, что ты так думаешь. Тебя коробит совсем другое. Тебя коробит, что Шендерович позволил себе форму поведения, несвойственную общественному деятелю. Понимаешь, да? Он не следит за собой в должной мере. Прости, пожалуйста. Гигиена общественно значимого человека отличается от гигиены человека общественно незначимого. Ну, да. Это бесконечно. Хочет он или не хочет. Это вообще, я не понимаю. Значит, участие в политической деятельности, в гражданском процессе – это крест. Если ты идешь на баррикады с красным флагом, для меня это означает только одно – ты не можешь не идти. Но ты при этом отдаешь себе отчет в том, что тебя могут убить, посадить, ошельмовать. Нет, я не прав. Я не знаю, что мы уже по третьему кругу. Да, но это очень сложно, потому что, ты понимаешь? Это очень сложно разделить в себе самому. Я думаю, надо оставить… Просто мы сказали уже все, что хотели сказать по этому поводу. Или у тебя есть что сказать? Господин Орлов, Господин Кейфикс. У меня есть что сказать в каком смысле. Я хочу Виктору Шендеровичу, я забыл его, Виктор Анатольевичу. Я хочу сказать Виктору, он никогда этот ролик не увидит, но я все-таки хочу сказать. Я хочу сказать Виктору Анатольевичу, что для меня ничего не изменилось на самом деле. Я по-прежнему очень его уважаю и люблю. С удовольствием его читаю и слушаю. И хочу просто ему сказать, что впредь он должен понимать. Вот у Леонида Филатова есть такое стихотворение, которое касается Високосного года. Следит с небес невидимая линза. Так вот, Виктор Анатольевич должен понимать, что за ним следит с небес, ну, вот с этих небес, да, следит с небес невидимая линза. И надо три тысячи раз отдавать себе отчет в том, как ты одет, куда ты идешь, что ты говоришь, с кем ты встречаешься. Вот и все. Ну, а прежде чем, собственно говоря, есть что сказать, может быть, на рову, еще нет в завершении. Я думаю, что во всем остальном люди разберутся сами. Естественно. По крайней мере, те, кто нас смотрит, но их не так много, но они умеют думать. И они, собственно говоря, в Дом Исламе смогут сами разобраться и в этой ситуации, и вообще то, что может это и с ними произойти, в частности. Я думаю, что на этом можно будет постепенно заканчивать. Единственное, что я хочу сделать небольшой анонс. У нас с прошлой передачи наши аудиоверсии, помимо видео, значит, видео остается, как и было, на очень многих сервисах, а аудиоверсия у нас также выходит еще в эфире радио 801. Да, выходит в эфире радио 801, по вторникам, четвергам и воскресеньям в 2 часа. Выпьем же не за сайт 911, а за радио 801. Да. Радио 801. Слушайте радио 801. Да, и нас тоже. И нас. И будьте здоровы. И когда пойдете в оппозицию, смотрите мне. И так, как грязут выходные, мы записываем чуть раньше воскресенья, я хочу вам пожелать всем хороших выходных, теплых, грязятся какими-то похолоданиями, хоть теплых и солнечных выходных. Форева. Да, всего хорошего, улыбок. Редактор субтитров А.Семкин